В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Продолжается вакцинация от коронавируса. Работают выездные бригады. Вакцинация не гарантирует стопроцентную защиту того, что человек не заболеет, но она гарантирует то, что в случае, если человек все-таки заболеет, будет протекать с меньшими осложнениями. Плауреатом премии Ленинского городского округа стала председатель местного общества инвалидов Наталья Рящина. Я иногда позвоню ей, даже могу звонить, и она обязательно ответит, и подскажет, и поможет. В помещении железнодорожной станции Ленинская открылась выставка «Арденьги». Деньги – это символ государства. Люди об этом иногда не задумываются. Продолжается вакцинация от коронавируса. Для удобства прививку можно сделать, не отрываясь от работы. Мизики с вакциной приедут прямо в офис. Одну из организаций Ленинского округа уже посетила такая бригада. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Пандемия новой коронавирусной инфекции постоянно подталкивала российские власти искать новые методы борьбы с ней. Масочный режим, соблюдение дистанции, перевод некоторых сотрудников на удаленный режим работы. Эти и другие меры позволили держать эпидемиологическую ситуацию под контролем. На сегодняшний день самый эффективный способ профилактики COVID-19 – это сделать прививку. Вакцинация не гарантирует стопроцентную защиту того, что человек не заболеет, но она гарантирует то, что в случае, если человек все-таки заболеет, будет протекать с меньшими осложнениями, будет более легкое течение. В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Ленинском округе работает выездная бригада, которая делает прививки на рабочем месте. Для вакцинации сотрудников медики приехали в компанию, которая занимается поставкой лекарственных препаратов по России. Анна Евстигнеева, руководитель одного из отделов этой организации, хорошо понимает о важности прививочной компании. Конечно, это очень удобно. Нам не надо никуда ездить, не надо никакие очереди, записи. Все здесь происходит, на рабочем месте. Напомним, что препарат состоит из двух компонентов, поэтому прививка делается в два этапа. Это поможет иммунитету лучше справиться с вирусом. По рекомендации врача можно сделать ревакцинацию. В этом году лауреатами премии Ленинского городского округа стали 15 жителей муниципалитета. Среди обладателей почетные награды за высокие профессиональные достижения председатель Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Наталья Рящина. Вот уже почти 30 лет Наталья Рящина помогает людям с ограниченными возможностями здоровья вести полноценную жизнь, заниматься спортом и творчеством. В 2016 году она возглавила Ленинскую районную организацию Всероссийского общества инвалидов и с тех пор отстаивает интересы членов объединения и поднимает важные темы на уровне администрации округа. Администрация нам помогает постоянно, помогают нам предприниматели. Коллектив у нас дружный, хороший. Большое спасибо Наталье Алексеевне. Она у нас очень такая активная. Мы ей информацию всю доносим очень быстро, слаженно, работаем хорошо. В своей работе Наталья Алексеевна дает много сил и своего личного времени. Это чувствуют и ценят члены общества, которые всегда могут обратиться к ней за помощью и знают, что она обязательно решит все вопросы. Я иногда позвоню ей, даже могу звонить, и она обязательно ответит, подскажет и поможет. Вот экскурсии, это же в жизнь. Я сюда прихожу, я как будто меняюсь. Живу я на даче, он в Пуговичино. Вот, и поэтому сюда прихожу какой-то рай. Всегда улыбки, всегда как-то весело, всегда какие-то поддержки, чаем напоят. Это добрейшей души человек, очень отзывчивый. Ведь мы самая незащищенная группа людей. И вот она в какой-то момент всегда нам старается пойти на уступку, помочь. Каждому празднику нам дают подарочки небольшие, продуктовые. В организации состоит более 600 человек. Для многих общество стало почти родным домом. У нас очень хороший коллектив. Нет никаких сплетен, никаких возмущений. Я информатор, и вот все у нас вот сейчас здесь информаторы. У нас нет ссоры, у нас нет претензий. Благодаря Наталье Алексеевне, ее доброте, она сплотила весь коллектив. Ездили в театры, посещали. Большой театр, малый театр. Все театры мы посмотрели. И цыганские. Ездили на соревнования. В нашем обществе давно сложились традиции, такие как Новый год, отмечаем праздники с детьми, с взрослыми. За высокие профессиональные достижения председатель местного отделения Всероссийского общества инвалидов стала лауреатом премии Ленинского городского округа. Наталья Рящина признается, что эта награда – общая заслуга всех членов организации. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Здание станции Ленинской, расположенное недалеко от села Ям, долгое время было в заброшенном состоянии. Владелец строения компании РЖД закрыла его ввиду низкого пассажиропотока и выставила на продажу. Тем временем Ленинская все больше ветшала. Но сейчас она обрела хозяина, который придумал для здания неожиданное применение. И организовал там творческую выставку, которая получила название «Арт-деньги». Максим Козлов побывал на месте накануне открытия. Что в этом старом здании станции Ленинской вот-вот произойдет культурное событие, непосвященный человек и не поймет. Но факт остается фактом. И об этом говорят большие баннеры, вывешенные между колоннами. Внутри ведутся последние приготовления. Уже завтра выставка, получившая название «Арт-деньги», встретит первых гостей. Я придумал всю эту красоту. И появилась возможность приобрести это шикарное здание, когда «Арт-деньги» выставил на дороги. И я воспользовался этим случаем. И мне звезды стали в ряд, и я его приобрел. Главным арт-объектом на выставке, что и следует из ее названия, являются монеты и купюры советского периода. Точнее, здесь они являются источником для реализации творческих идей, которые появились у Вадима Федорца в путешествиях, где он много времени проводил в картинных галереях. По сути, он является соавтором всех выставляемых экспонатов. Я получил большую насмотренность всего происходящего, что происходит в мире. Стал потихонечку записывать этот блокнот, какие-то свои моменты, которые я хотел бы для себя... Которые мне сложились в голове где-то. И блокнот рано или поздно кончился. Там у меня получилось больше двухсот только моих работ. Вот так как я не профессионал, я решил привлечь профессионалов в своем деле, чтобы они мои фантазии перенесли доступным образом, чтобы люди увидели, как я это вижу. Одна из кураторов выставки – старший научный сотрудник музея-заповедника Горки-Ленинский Светлана Генералова. По ее словам, главная цель экспозиции – это попытка взглянуть на историю советского государства под неожиданным углом. Мы рассказываем советскую историю нашу. О советском сейчас говорят, им интересуются по нему, ностальгируют. Им интересуется и простой человек, гражданин нашей страны, и научное сообщество. И мы здесь эту историю рассказываем. Но рассказываем через деньги, через купюру, через монету. Деньги – это символ государства. Люди об этом иногда не задумываются. Но о них даже так написано, что они даже принадлежат государственному банку. И поэтому символы мы можем очень многое понять. Каждый объект, представленный на выставке, наполнен большим количеством символов. И то, что они выставляются в бывшем здании станции Ленинской, тоже нашло отражение в некоторых работах. Вот наши знаменитые узнаваемые монетки желтые. В каждой монете заложен какой-то шифр, какие-то секретики, какие-то ассоциации. Все знают прекрасно, что монеты Советского Союза ассоциировались… Ну, например, предположим, 5-копеечные монеты – это метро, 2-копеечные монеты – это тимфонный аппарат, 3-копеечные монеты – это автомат для газировки. Сейчас совершенно верно, видите? Вот она, газировка. Мы даже частичку Ленинского центра сюда заложили. Давайте, чтобы вам не экспериментировать, давайте уже покажу. Мы сюда заложили наши прекрасные кессонные потолки, вот эти вот горельефы, характерные достальнические вампиры, вот они. На копеечке – это одна штука, две, половинка, пять. Ну, то есть как-то попытались насытить. Каждый арт-объект на выставке – это не только эстетический эксперимент, но и попытка осмыслить события, происходившие в стране в тот или иной период. Эта подушка, тысячерублевые купюры – это 90-е годы. И как раз 90-е годы, что мы видим, кожаная подушка, стразы огромные, бисер. То есть 90-е вырвались в нашу жизнь. С одной стороны развал, а с другой стороны, помните, кто помнит, да, перья, стразы все яркие, нарядные, леопардовые раскрасы, цвета попугая. Ну, то есть вот, и мы об этом сразу и вспоминаем, что у нас был и такой период в стране. К работе над экспонатами Вадим Фидорец привлекал большое количество мастеров мирового класса, а приемы и материалы, которые использовали для создания выставленных объектов, не могут не восхищать. Мозаисица Елена Кириллова, одна из лучших в мире, мы с ней придумали работу, которая перенесла бы нас в советский период. Мы здесь добавили много элементов из той прошлой жизни, где включили наши граненые стаканы с 16 гранями, как по количеству республик. Учитывая то, что это 100-рублевка, мы добавили 100-граммовые бутылочки из-под алкоголя. За основу мы взяли битое советское стекло. Выставка будет работать до 8 октября 2023 года. Организаторы планируют, что различные творческие мероприятия в скором времени будут проходить на станции Ленинской на постоянной основе. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Всем приготовить зонтики. В рамках областного проекта «Поющий под дождем» в Центральном парке Видного прошел конкурс авторских зонтиков. Огненный дракон, звездное небо, множество сердечек. К задаче креативно украсить главный осенний аксессуар участники конкурса подошли со всей ответственностью и фантазию свою не ограничивали. А Наталья Обухова и ее воспитанники из МБУ «Энергия» даже установили небольшой рекорд, ярко оформив целых три зонтика. На изготовление шедевров ушла неделя. Клуб у нас называется «Как ребята дружников? Волшебные поделки». Это наши ученики. И мы сделали три зонтика. Дракон, распределительная шляпа из Гарри Поттера и маленький инопланетный гость. Каждый зонт был украшен с любовью и вниманием к деталям. Их яркие цвета, оригинальные узоры привлекали взгляды прохожих. Во время флешмоба-дефиле все участники смело раскрывали свои зонты. Заслуженные аплодисменты собрала Лидия Лаптева из сообщества видновских мастеров. Ее работа под названием «Королева осени» украшена многочисленными листьями. Вещь не только экстравагантная, но и практичная. Он же не промокает, его мыть, стирать. Это все снимается, все разбирается. Поддержим аплодисментами. Мы вас увидим на улицах, видно именно с таким зонтиком. Да, молодец. Да, да, да. Этот зонтик не промокает. Он даже крепится на любой зонтик. Завершила праздник под зонтиками музыкальная группа «Riding to the Paradise». И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. А я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.